Всем привет, меня зовут Олеся Кудрявцева, я рада вас видеть на моем YouTube-канале. Я стилист и зажист, и сегодня мы записываем мое первое видео. Итак, сегодня мы находимся в гримёрке у самой известной поэтессы российского интернета. Ханя на скаку, остановлю, я сильная женщина, I love you! Режиссёр, актриса, потрясающая мама двоих детей под псевдонимом Соло Монова взорвала российский интернет своим творчеством и в данный момент остаётся самым читаемым автором сети. Мне посчастливилось задать Юлии несколько вопросов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мой первый вопрос про красоту. У тебя очень красивые всегда подобраны наряды, образы. Тебя хочется рассматривать в твоих видео и на сцене. Есть какой-то специальный человек, который помогает тебе в твоих нарядах? Или ты принципиально это делаешь сама? Ой, ну, во-первых, Олеся Кудрявцева мне помогает в моей красоте. Прямо сейчас. Очень много разных людей. И, конечно же, я пользуюсь услугами профессионалов и выборе одежды, и выборе прически. А то, что мне нравится, я запоминаю и повторяю. Сильная женщина. Заем. Юлия, ты в прекрасной физической форме. Что это, генетика, либо есть какой-то спорт, и если есть, то какой? Да, спорт. Ну, ничего такого сложного. Фитнес. Кардио и немного силовых. Я давным-давно работала на телевидении во Владивостоке. У нас была программа об экстриме. Мы много сил на нее тратили, развивали. И поехали на ТЭФИ-регион. Нас не послали на ТЭФИ-регион, но мы решили сами. Прилетели, значит, в наглую нашли Познера, показали свою программу. Он посмотрел и говорит, слушайте, программа хорошая. Но ты как-нибудь определись, ты либо накрашенная, либо не накрашенная. Я говорю, а почему? Он говорит, да тебя не узнать. Вот так. Потому что я там вела с какой-то прической, мне накрутили буквы, надели на меня, значит, красивое платье, накрасили. Я такая ля-ля-ля, а экстрим. Ну, то есть, следующий сюжет, я учусь кататься на виндсерфинге. Конечно, падаю в воду каждые пять минут на мнение грамма косметики. Это вот ребенок 15-летний, а там я такая типа дива такая подготовилась. Он говорит, ну вот ты, если ты хочешь быть нормальной звездой, ты как бы определись. И когда я уже стала читать стихи, мне все время хотелось то волосы собрать, то что-то с ними сделать. Я муж сказал, ни в коем случае, вот тебя будет не узнать. То есть, человек, он не вглядывается прямо в лицо, он запоминает образ. Если ты брюнетка с каре, ты должна быть брюнеткой с каре. Ну, мне все равно хочется, поэтому иногда я брюнетка с кудрями, с кудрявым каре. Иногда я брюнетка с прямым каре, с объемным каре, с необъемным каре. Но это всегда брюнетка с каре и с челкой. Ты можешь мне не подавать пальто, и руку при выходе из авто, и шубу не надо дарить соболью. Я сильная женщина, мне не больно, я твой неотесанный бриллиант, я твой самый выгодный вариант. Женщина-президент в России. Как ты считаешь, это реально по предыдущим выборам? Я не знаю. Когда Ксюша вела программу «Блондинка в шоколаде», она мне очень нравилась. А сейчас мне все до сих пор нравится «Блондинка в шоколаде», поэтому я не думала о президенте женщины. Но если это произойдет, будет интересно. В любом случае, что-то новое всегда интересно. Ну вот, наш прекрасный образ закончен. Буквально через полчаса будут собираться гости, начнется наш квартирник. Юля, спасибо огромное за такие прекрасные ответы. Было безумно приятно провести два этих дня с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Олесь. Я сегодня прекрасная, просто богиня. Все, я побежала встречать как-то. Субтитры сделал DimaTorzok